Здорово, братцы! Два часа дня, среда, у нас наконец-то растаможене. И мы выезжаем на выгрузку. Сказали, что у нас сегодня кровь сноса, там буду ждать. И сегодня нас выгрузят. Не знаю, как все остальные планы, но что-то, наверное, придется корректировать. У нас на сегодня уже была взята обратка. Тут не обратка, но загрузка с Сальска на Рязань. Вопрос, как там грузят, вечером, не вечером. Ну, мы как бы там договорились с ними перенести на завтра. Но если они грузят сегодня, то постараемся еще сегодня, может загрузиться. Но это все в планах. Пока вот так вот. Еще 209 километров сегодня надо проехать. Это только обещают, что выгрузят. Сейчас приедешь, там прораб домой захотел. Мастер спать хочет, там, жена, хлеб сырой, дети плачут. Поэтому неизвестно, непонятно, как она меня ведет. Читаю, не знаю. На следующем повороте поверните на правду. Так, отдаем пропуска. Здрасте. До свидания. Это мы ничего пока загадывать не будем. Едем туда, а там будем решать проблемы по мере их поступления. Вернее, их уже навалилось много. Жарные куда-то понеслись. Спасибо, коллега, выпускает. Куда-то пожарки, погнали. Сейчас тут по бездорожью, туда-сюда, право-лево. Я ни разу в сторону Сальска не ездил, твой дорогой. Ничего про нее сказать не могу. Поедем изучать вместе. С этой стороны у нас Ростов как на ладони. Азов с левой стороны. Вчера мы в нем были. Остается. Прямо-мехонько так вот взгляд на Ростов держим. Мы в Ростов-то мы заходить не будем. Сейчас Батайск. Куда-то здесь мы там на промке. Батайско-Сальское кольцо. И соответственно на Сальск дорожка. Поедем на Сальск и Ростовский. Ой, Ростовский, Батайский. И Ростовский тоже. Красотник зла. Готовьтесь через 800 метров держаться. Бравее. Сальское кольцо сейчас будем проезжать. А вот сам Сальс 171. У меня 168. По версии Машки. Эта моська может и приврать. Через 300 метров плавно поверните направо. М4. Плавно поворачиваем направо. М4. Хорошо. Прямо это Краснодар. Через 100 метров держитесь. Поверь. По прямой. А мы сейчас так. Через мостик шмык-шмык. Колечко. Что-то я когда сюда ехал. Смотрите, какая там такая дикая грандиозная стройка. Такое ощущение, что это какое-то... Пройдите. Часами увидите это. Нет, не водится. Налог какой-то остроит. Летательный аппарат неземного происхождения. Такой пост будет там что-ли громадный или что? Еще у них там застройка. Ну, сейчас аж имеется. 800 метров въехать на дорогу с другого движения. А может так что-нибудь? Такую стеллу? Ну, здесь все на этом кольце. Упыри, мурдалаки и т.д. и т.п. И столько много и всяких разных. Вот, смотрите, какая строят люди. Чего они тут им строят такое? Что здесь будет? Использую первые съезды R269. Едите в первые уступы в движении. Или это они... А, нет! Я дикто извиняюсь. Это они развязку здесь делают. Это везде на дорогу с другого движения. А куда этих всех делут? Использую первые съезды. Так, нам здесь надо уступать дорогу. Главное с той стороны, поэтому... Использую первые съезды. Камазик меня пропустил. Скажем ему большое спасибо. Рейте 89. Здесь будет развязка. Вот какой. Ой, я извиняюсь. Ты налой, налой. Я сюда ехал уже сумерки. Ну, не сумерки, ну... А, нет, какие не сумерки? Ночь же была. Я что-то не разобрался сразу. Что тут такое? Думаю, какую-то летающую тарелку тут рисуют. Либо нас не будут вылетать. А, нет, здесь будет развязка. А, ничего, их потом раскидает. Я уж думаю, что... Найдут они себе другую. 500 метров в сторону отнесут. Свои курятники поставят. Я буду дальше заниматься. Тем, чем занимались. Добро. Все, выскочили мы. Покатили. Это вот на Ставрополь. Ростов-Ставрополь дорога. Ставрополь. Первый раз здесь едут. Не доводилось еще. Спасибо. Через станицу Ягорлыкская едем. Вот тоже. У этой стоит автобус. У этой грузовая. Это тащила через Ягорлыкскую напрямки. Это по кругу. Но если это сейчас поставят грузовую программу, она начинает меня с Ростова на Сальск через Владивосток, чтобы я ехал. Где-то какой-то мост видит там, или ограничение какое-то у нас тут по России-то любят. Мост 24 тонны повесить на федеральной трассе. Ну, какой-нибудь хрень такой вот. И все. И она это видит. У нее в мозгах это вбитого и электронных. И начинает вокруг водить. Поэтому приходится менять на автобус, а на грузовую ставить. Уже когда конкретно в населенный пункт въезжаешь, чтобы не тащила никуда сильно. По прямой. Сейчас к Сальску будем подъезжать. Мы ей поменяем опять. Поставим ей грузовик. Ветерок у нас тут сегодня. Вот такой. 30 градусов. Вот, наверное, она хотела, чтобы мы вот так через центр чухнули. Но на въезде там не было знаков ограничения. Потом бы где-нибудь вот здесь уперлись бы. Конечно. Как красивый там храм в церкви. Ой, в церкви. В центре. Сюда видно, не, не видно. Так бы, наверное, да. Вот здесь где-то вот здесь бы вот и выползли бы. Ну, конечно, не наш вариант. Нам такие приключения не надо. Едем 15 минут пятого уже. Ехать еще 70 километров. Почему где-то так? Я рассчитываю в районе начала шестого приедем. Мы обещали дождаться. Выгружать-то еще там шесть подъемов. Я эти два палета не считаю. Фишка в том, что у нас загрузка вот этими на Рязань она круглосуточная. То есть, чтобы сегодня нас выгрузят, дай бог. Поехать сегодня же еще и загрузиться и уйти отсюда. Не торчать здесь до завтра. Ну, что тут? Мамой клялись, что выгрузят. Посмотрим, доедем. Ух ты. Птичка экстремалка. Это как надоэкстремалилось в Польше. Сова. Еще топ-лайн был. Еду-еду. Вот только в Польшу вошел тоже. Может, рассказывал, не рассказывал, не знаю. Вечер такой. Еду-еду со стороны Бреста. Там, наверное, подляску проехал. Еду, никого не трогаю. И тут пах, резко темно стало впереди. Сова. Сова или что-то? Филин какой-то его еще. Не знаю. Но у него размах крыльев был на весь мой лобовик. Вот на этом. Как дал мне? Тут этот козырек в топлане был пластмассовым. Только смотрю, один этот петух повис. Три штуки такие были. Фонарики, петухи. Автопоезд на знаки. Петухи называют. Один петух болтается. Кусок козырька мне выломал. Я остановился. Что делать? Хрен его знает. Полицию вызовет. За эту самую считают больше, чем. Короче, я этот петух этот назад заткнул, поехал. А как раз после этого рейса в Казахстан ездил. На базу приезжаю. Механик идет. О, говори, что это вот так козырек сломает? Я говорю, в Казахстане какой-то зверь прилетел. А где этот? Ну, типа, полицию вызывал. Ну, какая полиция? 200 километров в округе только степи. Вот этот зверь, который прилетел. И тушканщики. Я говорю, больше никого. Даже связи не было. Какая, говорю, полиция? Где там тебя кого вызовут? Это еще махнули вот так рукой. И все. Так мы с этим козырьком этого топлайна и потом сдали. Скажи, что в Польше ляпал бы, ляпал бы, разяил. Полицию надо называть. То есть, протокол, зеленая карта, все дела. А в Казахстане еще там. Кого тут я вызову циви? Ни одной живой души вокруг, кроме сусликов. Было такое. Чем он и где заправляется на этом КАМАЗе? Вверх он вообще не едет. 30 километров в час сумнется. Пустой. Такой дым стоит. И такой смрад. Вот деду сзади вообще дышать нечем. Наверное, топливо. О, видите? Это он пустой ездит. Представьте, он загрузится полностью. Вообще, чадить будет, как печная труба. Наверное, на Газпроме. Ну или на Роснефти, в худшем случае. Другие так пустые, носят все-таки не догнать. А это что-то дыр-дыр-дыр. Что-то. Давайте, наверное, обойдем. А то я не знаю, как вы. Я так точно задохну сейчас. 30 верст осталось. До точки прибытия. До точки прибытия. Добро пожаловать в Сальск. ДПС местная. Арбайтер. Где маски? В Сальске уже не надо маски носить. Готовьтесь через 800 метров въехать на дорогу с другого. Так, здесь прямо, да? Угу. Пять минут шестого. Пять километров к нам до места. Главное, чтобы они нас ждали. И ждали они в нас главное, чтобы как-то, ну, не хочется ночевать. А ну-то ладно, ну, блин, потом совсем все будет сложно и трудно. Так, сегодня выгрузиться, загрузиться и куда-нибудь увалить еще до ночи. Через 100 метров въехать на дорогу с круговым движением. А затем, смотрите, используя нервы изъезда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тише, 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 тише. Выше, кот на крыше. А котята еще выше. Три десятого километра. Что значит пип? Это мне? Вроде не мне. Вроде мы пока не шалим. Да, знаю я, что 40, знаю. Но еще ж пока плюс 20 не отменили. Можно же пользоваться. О, это им шейте допустила скорость. Еще одна. Умничеек здесь. О, КП. Главные злодеи на дороге. Они вообще ехать не хотят. Их там легкограничения скоростные. Наверное, подсесть 5 или... Ну, 80 они даже не ехали. Вот, мучают они народ на трассах. Ну, хотя до хомячков им далеко. Я люблю Сальск. Охотно верил. Нужна нам улица Фабричная. Дом номер 1. Не надо тут по кольцу кататься. Маша, не тупей. Мы почти приехали. Нам полтора километра. Через весь Сальск получается проехали. Ну, в этом случае в этом направлении. Городовиковск. Не, нам сюда точно не надо. Подождите, дедушка, да, я проеду. Назад мы пойдем. Хотя, ладно. Да назад еще. Сначала выпуститься надо и загрузиться. Потом будет назад. Чуть-чуть не обидеть. Едет так важно. Так, тебя можно отключать. Ты номер дома не нашла. Так, и этот поворот нам следующий. И так, время нет останавливаться еще. О, барбосы. Переходим, переходим. В темпе, в темпе. Вот так. Ну, точно вальяжно так идут, как будто, я не знаю. Местные, че, пропла. Еще одна банда. Через 100 метров поверните направо. На следующем полкоте поверните направо. Стоять, Зорька. Куда на следующем повороте направо? Или проложить? Блин, надо было там поворачивать. Готовьтесь. На том светофоре надо было поворачивать направо. Вот что значит этот. Как он? Автобус. Так, сейчас надо где-то развернуться. Блин, где тут развернуться? Ай-яй-яй-яюшки. Еще поеду разворот искать. Блин. Вот что значит. Автобус. Уже не стал ставить я этот. Здесь светофор нужно было повернуть. А наш все покороче, все покороче, покороче. Надо сейчас развернемся, не страшно. Вот здесь налево нужно было. То есть, ну, с той стороны, соответственно, направо. Она почему-то и здесь не хочет меня заворачивать. Может, она там кусочек дороги не едет какой-нибудь. Потому что, да, вот я ехал, еще обратил внимание на свой рекресток. Следы грузовиков ведут сюда. Спасибо, брат. Пришлось там пятака крутануть. Ну, что сделаешь? О, сейчас перепроложила. Ну, нормально? Не, не нормально. Контуженная. А до перекрестка не хотела сюда заворачивать. Маша. Не будзи во мне зверя. Через 100 метров поверните налево. Мы под этой трубой пролезем. Может, да? Через 50 метров поверните налево. Нет, нам вот сюда. Что я не понял. Вот туда мне? А, наверное, да. Вон какая-то там контора. Ну, я вам скажу честно. Я, наверное, схожу лучше сначала посмотрю. Потому что что-то меня смущает данный заезд. Короче, это фабричная 2 за моей спиной. Оказывается, это не здесь, видите, а карты сюда привели. Точка фабричная 1 выбивает вот здесь. Ну, я смотрю, что это что-то не то. Хорошо, что не посунулся. Пошел пешком сходил. Вот тут метров 200. Тут вот какая-то контора. Ну, от конторы, конечно, тут осталось. Ой, господи. Только территория. Вышел охранник. Ну, дядька. Я говорю, Лилиане, где компания, которая мне надо? А, говорит, дальше. Первый переезд, говорит, потом второй переезд. За вторым переездом направо. И там, говорит, увидите компания там. Все дела. Хорошо, что пешком сходил. А не посунулся. Сейчас бы здесь вот с двадцаткой тонн. Вот по этой дороге бы тут. Ну, там развернулся бы, конечно. Там есть где развернуться. Но правильно сделал, что прогулялся. Вот вам и гугл-карты. Или не гугл-карты, яндекс-карты. Короче, открывал через Яндекс. По координатам вот забил. Вот они меня вот сюда вот и привели. А нам не сюда. А это чучело Маша вообще вот оттуда заводила. Через деревню. Вот, оказывается, нам вот. Куда-то вот дальше. Перепроложить. Выполните разворот там, где это разрешено. Первое ЖД. Так, включите ее, чтобы она тут не кудахтала. Перепроложить. Не надо ничего перепролаживать, помолчи. Вот, а вон второй переезд. Он сказал, знак стоп. И вот за ним направо. И вот получается, вот она в эту сторону. Это фабричный один. Вот, а тут вот-вот-вот-вот-вот сюда. Куча сельхозтехники будет всякой. Это вот здесь, где все эти бочки тусуются, что ли? Похоже. Ну, наверное. Лилиане, это туда? Лилиане! Вон вниз. А, туда вниз, да? Спасибо. Нет, не бочки. Нам вот туда вот. А, вот, да, все. Вот теперь я уже вижу. Вон, да, куча всякой техники. Комбайны. Что-то я не вижу тут. Хлеб, соль, там, пирог. Погрузчик заведенный. Куча грузчиков, готовых кинуться на наш автомобиль. Вот, озерцо вижу. Пойдем сюда рыбку ловить. Век воли не видать. Нас сегодня не выбросит никто. Ну и? Где у них заезд? Лилиане, да. У них прямо на комбайнах написано Лилиане. О-о-о, Лилиане, направо. Что-то у них еще другой заезд есть. Не похоже. Нет, не точно сюда, но я сильно сомневаюсь, что меня сегодня кто-то разгружать будет. Пойдем узнавать. Все, нас запускают. Сейчас будут выгружать. Отлично. Вдве смены работают. Поэтому. А горочка тут такая хорошая. Потом, правда, придется задом выгонять, но ничего страшного. Потому что у них на территории получится развернуться. Наверное, не получится. Но ничего, задом вытолкаем. Это не проблема. Не, развернуться я здесь, конечно, не развернусь. Все, нормально? Ну, все, это открываюсь, да? А ксерокс работает? Да. Ксерокс есть? Что есть? Ксерокс. Ксерокс. Ну, печать там, Лилиане, все это есть? Да, да. А, все, хорошо тогда. Просто АЦМР-ка у меня в одном экземпляре. Так, люк открываем. Корточки тоже. Все, переодеваемся, пошли. Надо расчехлять обе стороны. Будем арбайтом. Все, наше это железо доехало. Без каких-либо проблем. Все ремни целые. Все на месте. Уже ту сторону расчехлил. Ремни снял. Осталось здесь. Я думаю, за часа, за два мы здесь выкинемся. Подумаю, это все сложить, правда, развесить. Нормально. Первый этап выполняется. Останется потом выполнить второй, чтобы заработала загрузка. Палеты тоже мои на месте. Все чинчинарем, короче. Процесс идет. Варь. 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 Вмыварь. Все, процесс идет, все отлично. Продолжение следует... Вот и все. Из 10,8. Дольше заняло вот это все. Прощехление. Потом зачехление. Продолжение следует... Прицепа. Пока увязал, пока все ремни поразвешивал. Сейчас мне вороку откроют. Надо задом сейчас с этой горочки спуститься. В общем, у нас сюда получилось с Италии 4139 километров. Изменение машины. Вот. До загрузки 4,7 километров. На следующем повороте поверните налево. Не знаю. Сказано, что грузят круглосуточно. Изменение машины. Через 4,7 километра мы об этом узнаем. Все. С Италией мы отстрелялись. Сейчас нам надо загрузить Рязань. И потом с Рязани грузить Испанию. В Барселону. Поедем в Барселону. Но перед этим еще нужно... Конечно, сегодня загрузиться было бы хорошо. Так, секундочку. На следующем повороте поверните налево. Ну, до вождения задом сдать. В эту каналу не съехать. Опять не дали на рыбалку сходить, но... Гуд. Поехали. Стоять, зорька, сейчас. Да подожди ты, сейчас ремень одену, поедем потом. Торопишься ты. Ой-ой-ой, смотри, какой звереком мне тут залицет. Комар какой-то. Или это он снаружи? Большой какой-то такой. Ну, если бы сейчас бы вот хотя бы за пару часиков загрузиться, в 10, можно было бы выехать километров 200 и проехать еще сегодня. Ну и хватит. А там завтра и пятницу с утра доезд. Тут что-то не поймуете. Бочек база какая-то. И что они тут делают? Видите, сколько их много? Поверните налево. Затем на следующем повороте поверните налево. На следующем повороте поверните налево. Затем на следующем повороте поверните налево. так мы поехали мне почему-то кажется что сейчас не скажут положительского вы спать алексей николаевич такое у меня ощущение надо свернули улицу курицкого что ли хомяки и тут ссовываются здесь мы должны загрузиться какими-то мешками для цемента заполеченными наверно загрузка по идее должна быть через зад почему меня терзают смутные сомнения что меня сегодня загрузит вы верите в эту сказку почему-то мне не верится чуйка чуйка . подсказывает что все так хорошо не бывает поворот не пролететь только опять только не проехать а то будет я же люблю съездить куда-то развернулся потом на этом светофоре нам налево используйте на следующем повороте поверните налево и один километр большой город довольно таки большой город довольно таки Какая-то база тут, база какая-то, футку смотрел? Улица Калинина, наверное. А вот сейчас, наверное, будет уже улица Промышленная. Хомячки, хомячки, общаются. Ну и через 500 метров с правой стороны. Собрал калейку за собой. Ну, судя по всему, это вот прямо по курсу. Что там никакого движения нет. Будем тут на дороге стоять. Походу дела. Промышленная 59. Пойдем узнаем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...